Усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец-украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы, русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Мы, русские люди, думающие и умные, и умные, и умные, и умные, и умные. Мы, русские люди, думающие и умные, и умные, и умные, и умные, и умные, и умные.